МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тысячи лет человек и лошадь шли рядом друг с другом. Лошади оберегали, спасали людей, помогали прокормиться и сохранить потомство. Они же участвовали в войнах вместе с человеком, побеждая и проигрывая. Лошади были ценным подарком, их дарили монархам и отдавали в приданное. Их воровали, за них отдавали целое состояние. Они входили в моду и предавались забвению. Для жителей деревень конь был главным помощником в делах житейских. Сколько земли перепахано, километров наезжено. И пусть сегодня кони часто меняют на лошадиные силы под капотом, им по-прежнему есть место в жизни людей. Когда было больше населенный пункт, тут в селише, конечно, наша вот эта лошадка, малыш мы называем, обрабатывала пол деревни. И так вот привычно было, Федорович, дайте лошадку. Конечно, Федорович это не отказывалось, но, как обычно, по-русски все это происходило расчет. Для хозяина в деревне все-таки лошадь незаменима. Это малыш. Живет он в Климовичском районе в живописном месте на лесной опушке. Малыш уже взрослый, ему за 20. Ранней весной в деревне работа у малыша целый воз и маленькая тележка. Спахать, посеять, поскородить. Малыш-конь опытный, сам держит борозду. Столько он переделал на работу. Мы живем независимо автономно. Ни трактора не надо. Все, значит, дрова привозим на лошади. Обрабатываем полностью участок. Кроме себе, так и люди просят. А малыш ничего, кроме внимания и ласки, не просит. Разве что кусок сахара, как лакомство, всегда за радость. Вот так вот берите на руку. Вот все правильно, да. Вот видите, как он аккуратно, нежненько, да. Можно еще один? Пожалуйста. Не погоняй коня кнутом, а погоняй коня овсом. Народная мудрость. А еще лошадь – это транспорт. Пусть и не такой быстрый, как современные автомобили, зато надежный и бензина не просит. Ну вот, собственно говоря, она, лошадиная сила, зовут ее Маша. И она верный помощник своему хозяину Анатолию Антоновичу во всех делах. Работает она за внимание, за ласку, ну и, конечно же, за еду. Правда, Маша? На тебе сено. Сытая. Душа в душу с Машей в деревне Гусарка живет Анатолий Сафранков. Она вообще пастушная, у нее характер какой-то? Ты хорошая Маша. Маша, стой. Ну вот, по команде, но и поехали. Как раньше было в деревнях-то? Сколько, много лошадей? Раньше было, даже где-то 5 лет назад, 5-6, у нас было 8 лошадей на деревне. А вообще... А сейчас только одна у меня вот здесь в округе, и в Ирошовке еще есть одна лошадь. Раньше на лошадях и свадьбы гуляли. Теперь вместо запряженной тройки с бубенцами ездят кортежи из семерок, украшенные шарами, лентами и цветами. Да кто ты так смотришь на камеру? Елена Телепушкина и Пассат – неоднократные победители и призеры международных и республиканских соревнований по троеборью. Участники Олимпийских игр в Лондоне и Пекине, Всемирных конных игр в Германии и Франции. Раньше на лошадях ходили на войну, теперь военные действия заменили спортивное соревнование. А поле боя – поле конкурное. Для конного спорта вывели специальные породы. В троеборье приветствуется английская скаковая. Пассат полукровный, папа у него тракенинской породы, мама – русская рысистая. Троеборьем пассат занимается 6 лет. Лошадь чувствует, что она приехала на соревнования и старается, конечно, тоже вместе с садником показать все, на что она способна. Кто-то флегматик, кто-то сангвиник, кто-то холерик. Я бы отнесла пассата скорее к холерикам. Ветер – пассат, боец, напарник, друг. Спортсменка Елена Телепушкина рассказывает, 50% успеха зависит именно от лошади. За плечами пассата или под копытами – две Олимпиады, Чемпионат мира и Европы. Его знают все, весь мир, все международные судьи. Знают его оригинальную прическу. А кто придумал прическу? Я. Ему так, по-моему, больше идет. Но только секрет успеха не в модной стрижке, а в многочасовых тренировках. Чтобы воспитать спортивную лошадь, нужен режим. И если спортсмен-одиночка отвечает только за себя, то в конном спорте иначе. Тренер, как мама, несет ответственность и за здоровье лошади, и за ее питание, и за физическую форму, и за настроение. Во сколько прогулка первая у вас? По времени. Каждый день, конечно, по-разному. Берется лошадь, конечно, два раза в день. Первый раз – это тренировка непосредственно. Когда именно мы занимаемся. Второй раз уже именно как прогулка. Он может гулять сам в ливаде, могу я его шагать. То есть уже более как отдыхает конь. Перед тренировкой лошадь, конечно, нужно почистить, потому что она за ночь покачалась. Вся в опилках, будет грязная. Протереть, конечно, надо. Лошади у нас спортивные, чаще всего куются, поэтому за копытами нужен отдельный уход, проверять постоянно, чтобы подковы в норме были, раскручковывать лошадь, потому что и камни иногда забиваются. Всю подготовку к поездке проводит сам тренер. Он же должен владеть еще и ветеринарными навыками. Если надо, оказать лошади первую помощь, взять анализ крови и даже поставить капельницу. Каждый наездник хочет сделать свою лошадь самой обаятельной и привлекательной. У Эвклида, например, есть своя эксклюзивная уздечка с кристаллами Сваровски. Деревенских лошадей такими вещами не балуют и аксессуары покупают не ради красоты, а по необходимости. Вот, например, наша знакомая Маша. На стене ее сарая целая коллекция хомутов на все случаи жизни. Удовольствие не из дешевых, но все с лихвой окупится, говорит хозяин. Ведь если бы не Маша, с хозяйством тяжело пришлось бы. Есть такие магазины. Да, все. Вот этот хомут стоит где-то 90 рублей на новые, не меньше. А много сена съедает? Она у меня маленькая, немного. А так обычно на лошади хорошие надо 2-3 тонны. Ну что, пойдем на место? Ходи. Ходи, Маша. Рабочих лошадей крестьяне покупают в колхозах или у фермеров. Многие наслышаны о мстиславских тяжеловозах, которых разводят еще с буденовских времен. Все больше разведением лошадей занимаются фермеры. Идем, 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 идем. Любопытствует. Идем. Звездочка. Звездочка. Вот это советский тяжеловоз. Кобыла. Ей 4 года. Этот табун пасется на лугах Краснопольского района. В 7 последних лет местные любители выращивают лошадей сами по себе. Это было семейным хобби и увлечением, но постепенно животных становилось все больше и больше. Коневоды решили объединиться в крестьянское фермерское хозяйство. Лошадей с детства любят. Поэтому и хочется, чтобы дети наши любили лошадей и побольше. В табуне фермера Зимцова 25 кобыл. У многих уже родилось потомство, но жеребят по осени считают. А вообще планы большие. Довести численность до сотни, причем разводить упряженных лошадей, а также пони, будут не только на продажу. В перспективе организация конных прогулок и фотосессия с лошадкой. Спортивные лошади рождаются, как правило, прямо на конюшни школ, где их потом будут тренировать. Часто вместе с жеребенком растет и наездник, а иногда юному спортсмену сознательно дают более опытную лошадь. На ней ездила Телепушкина Елена Ивановна. Это был олимпийский конь. Хорошо прыгает, хорошо ездит в езду. Очень такой хороший конь. Верховой езде обучают со школьной скамьи, но прежде чем оказаться в седле, необходимо ощутить все прелести ухода за скакуном. Вообще, когда у нас лагерь, мы проводим здесь 6 часов. После тренировки надо замывать ноги, надо отбивать дельники, надо привозить там еду. Это общение с лошадьми и лошади красивые животные. Я люблю лошадей. Отлично. Сделай переход здесь по схеме. Хорошо. Правую кисть наружу. Медленней, медленней. Троеборье – вид конного спорта. Состоит из трех этапов. Манежной езды, полевых испытаний или кросса, преодоления препятствий или конкура. Соревнование идет три дня. Каждый день – новое испытание. Наездник выступает на одной лошади. Это позволяет увидеть тренированность и разностороннюю подготовку коня. Лошадь должна быть в определенной физической форме, чтобы три дня выступить достойно. Вы понимаете, после второго дня лошадь уставшая после кросса. Она отбежала в среднем 2-3 километра, прыгнула около 25 кроссовых препятствий. У нее на следующее утро болят мышцы, болят ноги, спина где-то. Ей нужно выйти на поле и отпрыгать еще маршрут из порядка 12-13 барьеров. Наездница Карина и ее напарница и подруга Цитадель готовятся к соревнованиям. Тренируются каждый день. С утра мы работаем, прыгаем. Иногда ездим в поля, делаем большие тренинги, по горам лазим. После обеда мы шагаем, ездим на воду. Я еще спортсмен неопытный, и она как бы молодая, и мы вместе растем на высший уровень. Лошади. Они помощники, они и спортсмены, они же и лекари. О концепции эпитерапии в своих трудах упоминал еще древнегреческий целитель Гиппократ. Позже, в середине 18 века, писатель Дидро называл верховую езду самым главным физическим упражнением, способным исцелять и предупреждать множество болезней. Но только в конце 19 столетия в дело вмешалась наука, и лошадей начали использовать целенаправленно не только для конных прогулок, но и для лечения болезней. Ипотерапия, лечебная верховая езда, показана не только больным психическими заболеваниями, ДЦП с нарушениями речи, слуха, задержкой моторного развития, но и здоровым людям. Общение с лошадью помогает снять психологическое напряжение. Бывают дети, которым очень трудно долго ходить без опоры или стоять без опоры, уже из-за того, что их мышечный каркас стал немножко сильнее, крепче, они уже могут позволить себе простоять, например, не две минуты, а простоять уже пять минут. Сделать не два шага, а сделать пять шагов. Любая лошадка может быть доктором таким? Ну вот наша лошадка – это наш Брэдфорд, скажем так, этот конь уже на протяжении трех лет так это точно работает с такими детьми, потому что раньше он был как-то молодой, такой достаточно ретивый, сейчас ему уже практически 22-23 года, это уже достаточно прожженная лошадь, но и, как вы можете видеть, он невысокий, то есть, в принципе, мне со своим ростом, мне очень легко, даже если подсадить, поддержать ребенка, который здесь находится, то есть, где-то подстраховать, где-то подсказать, что нужно сделать. Также он у нас очень круглый, то есть, у него не торчит хребет. Занятия проходят без седла, а так все движения лошади наилучшим образом передаются пациенту. Они словно сливаются в единое целое, вибрирует каждая мышца тела. Максимально, что нужно добиться, это просто держаться ножками и расслабить сверху, то есть, справа влево у нас будет немножко перекатываться. Работает весь организм. Ножкой держимся, опускаемся до коленочки, а теперь опускаемся до носочка. Давай, 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 давай. Дотянулось? Хорошо, поднимаемся. Просто на спинку ложимся. Хорошо, ручки по стороны убираем и вот сюда вот кладем на пузико. Вот в таком положении, если лошадь будет стоять, у нас прогревается полностью спина, таз и задняя поверхность бедра. Это лишь некоторые упражнения, которые делают на занятиях Бредди и его пациенты. Вместе работают над равновесием, подвижностью суставов. Лошадь – это не тренажер, а наставник, который настраивает того, кто пришел за помощью, на добрый лад и дает надежду, что все получится. Лошади установили немало рекордов. Самой маленькой лошадью был жеребец Литл Пампкин. Его рост составлял 35,5 сантиметров, а вес чуть больше 9 килограммов. Самым высоким признан мерин породы шайер по кличке Сэмпсон, которого позже переименовали в мамонта. Его высота в холке была равна 2 метрам 19 сантиметрам. Абсолютный рекорд скорости среди всех пород домашней лошади принадлежит чистокровному жеребцу, бич-рэкету, который развил скорость почти до 70 километров в час. А самый большой размер выплат поставки на скачках составил 3 миллиона 72 тысячи 887 к одному. Жительница Великобритании, поставив всего 5 пенсов, примерно 9 центов, выиграла около 275 тысяч долларов. Но самый главный рекорд – это тысячелетняя дружба лошади с человеком. И тот факт, что лошадь никогда не наступит на упавшего всадника и всеми силами будет стараться увернуться порой даже в ущерб себе, говорит о многом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова